Ре! Вис Этерс Ирте! По довольно многообещающим, список задач правительственной декларации состоит из 185 пунктов. Приоритеты правительства. Развитие народного хозяйства, улучшение качества жизни индивида и семьи, национальная безопасность. Пункт 176. Продолжим увеличение финансирования обороны, чтобы к 2020 году постепенно увеличить его до 2% от ВВП. Роман Гогунов живет и учится в Булдырае. С 10 лет в форме. В молодежном движении Яунсардзе он уже 7 лет. В учебном классе деактивированное оружие. Выстрелить оно не может, а вот дать представление вполне. В Яунсарге можно записываться с 10 лет. Сейчас в рядах организации около 7 тысяч подростков. В этом году им стали выдавать новенькую форму. Все это результат нового подхода к обороне страны. Финансирование существенно возрастет. В следующем году на военных потрате 367 миллионов евро. Это почти полтора процента от ВВП. А в 18-м уже и все 2 процента. Таким образом, в этой части декларация правительства будет выполнена и перевыполнена. Я планирую продолжить учебу в Национальной академии обороны. Стану офицером и в дальнейшем буду служить, скорее всего, на флоте. Пункт 83. Приоритетное благосостояние семей с детьми и снижение риска бедности, что станет основой для создания семей с большим числом детей. Самая обычная многоэтажка в Елгове. Таких тысячи по всей стране. Здесь живет Милена Легостаева. А вот и ребенок необычный. По статистике, за время правления Лаймдуты Страуимы родилось чуть больше 40 тысяч детей. Милена в этом списке одна из первых. Появилась на свет чуть ли не в тот же день, что и кабинет министров госпожи Страуимы. Милена – первый ребенок в семье Олеси и Евгения. Папа, как и многие елговчане, отправляется на работу в Ригу. Олеся пока дома с ребенком. Сейчас за него получает около 50 евро в месяц. До полутора лет почти 500. Чтобы заработать на такое пособие, во время беременности трудилась в двух местах. При Лаймдуте Страуиме были отменены потолки на выплаты пособию, увеличены пособия за второго и третьего ребенка. Заработала программа «Госгарантия» при покупке жилья для молодых семей. Правда, радикально повысить рождаемость не получилось. В 2014 году появилось чуть больше детей, чем в 2013. А в 2015 появится, похоже, столько же, сколько и в 2014. Стабильность действительно какая-то была. Не было такого чувства конкретной неопределенности, что будет дальше. Но я бы не сказала, что у нас была какая-то надежда на улучшение. И, знаете, честно, если бы, например, через пять лет меня спросили, кто такая Страуима, я бы, наверное, затруднилась ответить. Потому что ничем таким особым она не запомнилась. Пункт 3. Обеспечим развитие прогнозируемой налоговой политики. При Лайндоте Страуиме внутренний воловой продукт Латвии вырос на без малого 2 миллиарда евро. Так что к концу этого года на одного жителя выйдет свыше 12 тысяч. Много, как никогда. Инвестиции, экспорт, торговля, обрабатывающая промышленность. Все главные экономические показатели выросли. И это несмотря на глобальные потрясения. Безработица снижается, инфляция небольшая. Все вроде бы хорошо. С Карлисом Ургансом встречаемся в фармацевтическом сердце страны, волойны. Вокруг флагманы и экспорта, и экономики. Карлис финансовый консультант. Консультант, у которого накипело. Вот реальное зеркало. Это налог на микропредприятие. Что-то хотели поменять. Разработали новые правила в 2013 году. Потом пришел новый Сейм, решил делать все по-другому. Потом они возились с этим налогом. Потом опять все отменили. И ничего нет. И если честно, я сейчас не знаю, каким будет этот микроналог. Каким будет порядок. И это очень характерно. Этот закон все показывает. Показывает, как и с другими вопросами происходит. Это показывает, что особых заслуг ни у Минфина, ни у правительства в общей экономической ситуации нет никаких. Вообще. Принято два бюджета. Это лайндут остраем оставить себе в заслугу. В следующем году повысится акциз и появится налог на солидарность, на услуги Дума управления. Эти два года никакие. Ни плохие, ни хорошие. Если результаты хорошие, то точно не из-за правительства. И мне все равно, что будет делать новый премьер. Для меня главное, чтобы у него был огонь в глазах. Чтобы появлялись не только придуманные чиновниками чудеса. Чтобы идеи были. И этого не хватает. Не хватает людей с огнем в глазах. Людей, которые ведут за собой. Личное дело Алексея Дунде. Латвийское телевидение. Латвийское телевидение.